МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий. В студии Светланы Стебенькова. Смотрите выпуски. В крупной автокатастрофе под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, в том числе 11 детей. Правительство Югры откорректировало план строительства логистики для объектов нефтегазодобычи. И волейбольный «Газпром Югра» уступил на выезде Кемеровскому Кузбассу. Страшная трагедия накануне произошла под Ханты-Мансийском. В автокатастрофе погибли 12 человек, 11 из них дети. В воскресенье около 16 часов на участке федеральной трассы Ханты-Мансийск-Тюмень столкнулись рейсовый автобус, два грузовика и легковой автомобиль. Трагедия. Масштабы трагедии трудно представить, если не видеть ужасающих кадров с места происшествия. Автобус фактически разорвало на несколько частей от мощного удара. В нем соревнований в Нефтьюганск возвращались дети-спортсмены и тренеры по акробатике. Пассажиров по инерции выбросило из салона на проезжую часть и обочину. Некоторые оказались зажаты внутри. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовых автомобилей и автобуса с детьми, перевозили детей. В настоящее время несколько вестерев отрабатывается. Конечно, сложные природо-климатические условия были и есть сейчас. И в то же время рассматривается человеческий фактор, возможно, вина водителей. Звонок на пост дежурного поступил в 16 часов. А уже через 11 минут на месте трагедии работали первые бригады спасателей. Следом за ними прибыли экипажи скорой помощи. Всего их было задействовано 18. Всех выживших отправили в окружную больницу. На месте аварии работали более сотни человек. Разбор завалов продолжался несколько часов. Некоторые тела пришлось извлекать с помощью спецоборудования. Движение по трассе было затруднено, но тем не менее организовано в реверсивном режиме. Задержанный водитель автобуса и грузовика, по одной из версий, мужчина, управляющий пассажирским транспортом, не справился с управлением и допустил роковое столкновение. Сейчас в Ханты-Мансийске в гостинице «Олимпийская» работает информационный центр. Здесь же теперь разместили родственников пострадавших в аварии. В окружной столице дежурят врачи, психологи, социальные работники, представители власти, МЧС и полиции. Последняя информация, что все пострадавшие находятся в нашей окружной клинической больнице. Штаб организован правительством автономного округа. Мы принимаем в нем участие. Психологи едут из Невтьюганска. И здесь на месте мобилизованы все наши силы. Вся медицина задействована, безусловно. И вся возможная помощь, возможно, невозможная будет оказана людям. Все пострадавшие находятся в окружной клинической больнице. Туда накануне прибыли врачи из Москвы и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Дмитрий Круковец продолжит. В настоящий момент в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска находятся 22 пострадавших. 5 взрослых и 17 детей. 12 человек в реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое. Все они за минувшую ночь были прооперированы. Однако прогнозы, как считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова, прибывшая в Югру ночью, делать пока рано. Поскольку у всех имеются серьезные повреждения головного мозга и черепа, то самое сложное будет в ближайших несколько дней, поскольку отек мозга нарастает в течение первой недели. И критическим становится на пятые-седьмые сутки, когда, собственно, и возникает максимальный риск различных осложнений отека мозга. В Югре приземлился и санитарный борт правительства России. Однако, как сегодня было решено на врачебном консилиуме, в ближайшие двое суток нельзя транспортировать пострадавших. Следующее совещание по этому вопросу состоится в среду утром. Технологически у нас все борта готовы. Готовы 8 модулей медицинских для транспортировки, но они пригодиться не могут. И решение по поводу возможной транспортировки эвакуации будет приниматься не ранее, чем через двое суток. Оказать дополнительную помощь сегодня приедет еще одна группа врачей из Москвы под руководством академика Александра Потапова. Это бригада нейрохирургов-реаниматологов и бригада, занимающаяся комбинированными травмами. Все они из института имени Бурденко. Я благодарю лично президента Российской Федерации, председателя правительства Ольгу Голодец, Веронику Игоревну за такое полное погружение в ситуацию, проблему и мобилизацию всех возможностей Российской Федерации для оказания помощи пострадавшим. Вся медицинская помощь, которая не нуждается, оказывается им в полном объеме. Больница имеет весь необходимый перечень лекарственных препаратов, расходных материалов, все необходимые препараты крови для оказания медицинской помощи. Я знаю, что вот уже сегодня обращались люди, готовые с добрым сердцем прийти сдать кровь. Мы благодарим за эту помощь, поддержку. В реанимации, помимо 11 детей, возраст которых от 9 до 16 лет, находится и тренер нефтеюганской команды. По словам Вероники Скворцовой, главы Минздрава, состояние 35-летней женщины критическое. Повреждены все шесть основных систем организма, и эти травмы несовместимы с жизнью. Дмитрий Круковец при поддержке телерадиокомпании «Югра». Югра Скорбит сегодня в полдень во всех храмах автономного округа прошла панихида по погибшим в результате автокатастрофы под Ханты-Мансийском. В ходе заседания оперативного штаба протеерей Сергей Кравцов сообщил, что РПЦ готова оказать содействие семьям погибших. Также во всех церквях Югры сегодня читают молитвы о здравии пострадавшим в ДТП. В Нефтеюганске объявлен трехдневный траур. До среды отменены все развлекательные мероприятия. На административных зданиях приспущены флаги. Сегодня в Югре объявлен День траура по жертвам страшной автокатастрофы, унесшей жизни 12 человек, из которых 11 дети. По всему региону приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Губернаторы Тюменской области и Ямала также приняли решение объявить в понедельник День траура на территории своих регионов. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения в субботу в полшестого вечера на 12-м километре на трассе Сургут-Нижневартовск. Водитель десятки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Хондой. В результате различные травмы получили водитель десятки, его четверо пассажиров, а также ребенок, который был в иномарке. Пострадавших госпитализировали в травматологический центр. Она у меня ехала по этой полосе, а он вышел на обгон, да, обходил колонну. Там знак «Обгон запрещен». Все, допустил столкновение. У нас сестра за рулем и двое детей сзади. Дети не пострадали. Ну, как пострадали сейчас, пока на обследовании в больнице. Испуг. А с десятки там в районе пяти человек все ранены. Пока проходило оформление аварии, образовалась пробка. Через десять минут из-за затрудненного движения рядом произошло еще одно ДТП. Водитель «Фольксваген Пола» наехал настоящие перед ним «Ниссан Кашка» и «Киарио». К счастью, эта авария обошлась без пострадавших. Причиной происшествия, по словам водителя «Фольксвагена», стал образовавшийся на дорожном покрытии стекловидный лед. Ехал я с нормальной скоростью, с нормальной дистанцией спереди. Увидел, что все затормозили. Справа была машина, потому что никто не ожидал, что спереди еще одно ДТП было. Насколько мне известно, с трупом. Слева встречка, эта колонна стоит, справа машина тоже ушла от этой колонны. Ей удалось избежать ДТП. Мне не было куда деваться, нажал на тормоз, меня понесло юзом. Я хотел выйти туда, но машина у меня просто пошла еще. В Югре новые дороги до объектов нефтегазодобычи будут строить с минимальным затрагиванием зон традиционного природопользования. Соответствующая планировка территории была утверждена на заседании правительства округа. Его провела глава региона по видеосвязи из Москвы. Речь идет о 13 объектах в Сургутском, Нижневартовском и Кандинском районах Ханты-Мансийского автономного округа. Предполагаемое строительство не затрагивает объекты культурного наследия. Однако некоторые из участков пересекаются с границами территории традиционного природопользования. Правительство выдает разрешение на строительство лишь после того, как убедиться, что эта промышленная активность не повредит интересам коренных народов. В Сургуте прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Рассмотрение состоялось в виде депутатских слушаний с участием жителей города и представителей органов местного самоуправления. Доход сформирован за счет различных поступлений и помощи из бюджета округа. Расходы расписаны в формате муниципальных программ. Самая финансово емкая статья расходов – это образование. На эту сферу деятельности в будущем году выделят более 11 миллиардов рублей. Максимальный удельный вес в структуре расходов свыше 67% занимают расходы на финансовое обеспечение отраслей социальной сферы. Прежде всего это образование, культура, физкультура, социальная политика. Параметры бюджета сбалансированы, реалистичны. Финансирование аренды помещения территориального общественного самоуправления, благоустройство парка в 27 микрорайоне и отсутствие удобств на хоккейном корте «Виктория» обсудили в рамках публичных слушаний. Эти вопросы взяли на контроль народные избранники. Также неравнодушные горожане просигнализировали о коммунальных проблемах. На бумагах, документально существует улица имени первого председателя горосполкома Мунарева Петра. Если вы посмотрите внимательно на мои фотографии, где тонут машины, вот так мы храним память наших первопроходцев. Улицы как таковой нет. Она существует только на бумаге. Что касается того земельного участка, мы передадим дело в прокуратуру, потому что размещение, несанкционированное размещение снежного полигона у нас запрещено. Это прокуратура природоохранная. Ну и что касается проезда Мунарева, у нас формируется подстроительство улицы, улицы, которые являются приоритетными и их как раз и ставят в адресную инвестпрограмму. Это улица Геологическая, продолжение улицы Киртбая. Двор для кого? Жителей, детей из близлежащей школы или машин? Сургутяне никак не могут поделить кусок земли на улице 50 лет в ЛКСМ. Каждый день утром и вечером проезд между образовательным учреждением и жилым домом превращается в поле противостояния совсем еще юных пешеходов и автовладельцев. Виктория Дрягина продолжит тему. Сургутянин Глеб Пылаев рассказывает, что его 9-летняя дочка добирается до школы каждый день самостоятельно. Живет семья всего в нескольких метрах от образовательного учреждения. Вроде бы идти недалеко, но самая большая опасность возникает при подходе к школе. К началу занятий в самый час пик в единственном проезде микрорайона рядом со входом хаотично собираются дети и машины, создавая крайне опасную ситуацию. До школы ребенок идет по дороге, которая не оборудована пешеходными переходами, не оборудована лежачими полицейскими. И ребенок фактически идет, лавируя между машинами. Когда дождь, дети ходят обрызганные. А зимой, когда колея или когда снежная каша, соответственно, детям тяжело пробираться так же, как и машинам. Машины в основном не уступают. Этот проезд единственный, идущий к детскому саду, начальной школе, педагогическому университету и жилым домам. В связи с этим дорогой пользуются не только легковушки, но и грузовые автомобили. На территории учебного заведения дети находятся в безопасности. Но как только они выходят за высокое ограждение, им некуда деваться. Ни тропинок, ни бордюров, только одна общая дорога. И тут юные пешеходы вступают в неравное противостояние с большими машинами и нервными автомобилистами. Возникают проблемы безопасности детей за пределами школьного порога. Обращались очень много. Мы в администрацию обращались, депутатам. В телевидении не раз снимала репортажи о состоянии дороги возле школы. Но пока мы не видим двигов. Не раз школа выходила с предложением оборудовать дорогу пешеходным переходом и бордюром. Но сделать это так и не удается. Проезд является придомовой территории дома номер 10. И любые ремонтные работы здесь могут осуществляться только с соглашением и финансового участия местных жителей. И если насчет реставрации проезда люди не против, то платить за это они не готовы. Я считаю, должна администрация этим заниматься. Потому что это же безопасность людей, безопасность детей. Дети – наше будущее, так скажем. А как с этим бороться? Почему, допустим, я должен как-то... И мне не то, что мне жалко. Просто городом уже должна администрация заниматься. Опять же, благоустройство проезда оставит его практически без парковочных мест. И против этого будут как местные автовладельцы, так и просто автомобилисты, которые привозят пассажиров в школу и университет. Решения проблемы в ремонте они не видят. Считают, что нужно просто придерживаться общепринятых правил поведения, как взрослым, так и детям. Дети, как вы говорите, сами добираются до дома. Правильно? Вот. Объясните им. Проходят они там инструктаж. Все в школе такие правильные, все ученые. Только выходят на дорогу и... А-а-а, глаза закатили, погнали. Это ребенок. Это его сущность. Он не может поменяться. Он ребенок. Он все равно будет беситься, будет играть и будет бегать. На данный момент вопрос остается открытым. Жители не хотят вкладываться в строительство дорог, по которой, по сути, ездят все. Школа не имеет необходимых средств и полномочий. Пока серьезных несчастных случаев здесь не происходило. Но разве стоит эта правовая и финансовая коллизия того, чтобы рисковать здоровьем детей? Виктория Дрягина, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в выездной встрече чемпионата России уступил Кемеровскому Кузбассу. Две стартовые партии сургутяне проиграли вчистую 16-25 и 18-25 соответственно. Когда отступать было уже некуда, наша команда сумела наладить игру в приеме. Стала более агрессивная подача и один сет «Газпромовцам» удалось отыграть 25-21. Однако четвертая партия, увы, стала заключительной в этом матче. В равной концовке две точные подачи записывает на свой счет диагональный Кузбасса Виктор Полетаев и ставит точку в матче 1-3. Поражение сургутян. Следующие матчи наша команда проведет в Сургуте. Ровно через неделю в нашем городе стартуют матчи финала шести Кубка России. В Сургуте завершился третий тур чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге. Этап принимали две местные команды «Факел» и «Нефтяник». Соперниками были клубы «Ямал» из Нового Рингоя и «Газпром» добыча из Надыма. По итогам тура можно отметить, что «Нефтяник» по-прежнему не одержал ни одной победы. Представители крупнейшей спортивной школы сургута проиграли все девять своих матчей. А вот «Факел» напротив домашний тур провел без поражений. «Газовики» последовательно обыграли тот же «Нефтяник» со счетом 3-1, а затем с результатом 5-3 одолели одноклубников из Надыма. Мы раскачивались очень долго. Особенно первые таймы, что с «Нефтяником», что с «Надымом» очень плохо входили в игру. Во-вторых, таймы вкатывались. Ну, где-то поговорили сегодня, и я предупреждал, что «Ямал» забил за две игры 18 мячей, и что показатели – это в их сторону. Но по самоотдаче, по желанию никому претензий нет, особенно сегодня. Мы опять показали, что мы против лидеров очень играем хорошо, слаженно. Ключевой игрой тура стала последней из запланированных на этом этапе. Встретились лидеры «Факел» и «Ямал». Первый этап завершился без голевой ничьей. Град мячей был во второй половине матча. Открыл счет сургутянин Александр Шитиков. На это соперники ответили точным попаданием Романа Клешнина. Затем команды еще раз обменялись голами, а затем забивал только «Факел». Итог встречи 6-2. Сургутяне сохраняют за собой вторую строчку в турнирной таблице. Игра была такая нервная. Но, наверное, здесь победил тот, кто вовремя забил, кто забил нужный самый, наверное, гол, кто повел в счете в нужное время. К сожалению, нам приходилось догонять соперника в счете. Вот, поэтому, ну, так сложилась игра. Отсюда, ну, наверное, сегодня соперник заслужил, может быть, больше эту победу. Впереди вас ждет прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании «Сургут интерновости» по адресу нефисньюс.ру. И же прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи. И о погоде на 6 декабря. Здравствуйте. В студии Алла Шипулина. В ночь на вторник уходящий циклон в Приобье местами еще отзовется скоротечными зарядами снега. А днем скажется влияние гребня антициклона и постепенно распогодится. Но температурный режим будет ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно-кратковременный снег. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 20, минус 25. Утром переменная облачность без существенных осадков. На столбиках термометров около 21 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Направление ветра юго-западное 3,8 метра в секунду. Температура 18,23, ниже 0. Я желаю вам удачи, будьте здоровы, до свидания.